Сотни спортсменов в крае вновь объединил оранжевый мяч. Завершился региональный этап чемпионата школьной баскетбольной лиги Кэсбаскет. Эти соревнования остаются самыми массовыми среди школьников уже несколько лет. С места спортивных баталий репортаж Анастасии Алферовой. Идея единой системы соревнований школьников по баскетболу родилась давно, но воплощенный в жизнь проект Кэсбаскет был только в 2007 году в Перми. За 12 лет существования к чемпионату присоединилось 69 регионов. Забайкалье пополнило этот список только 5 лет назад, но уже ставит рекорды по массовости. В юбилейный год в соревнованиях приняли участие 488 команд. Это очень массовые соревнования. Чем они хороши, что здесь принимает участие одна общеобразовательная школа. То есть все школы в Забайкальском крае, практически все зарегистрированы на сайте Кэсбаскета. Кто регистрируется на сайте, они получают два баскетбольных хороших мяча, которые они могут потом использовать для тренировок. Принять участие в чемпионате может любая команда школьников. Главное – соблюсти возрастной порог. Участникам должно быть не менее 13, но не более 18 лет. Возможен в рамках Кэсбаскета и карьерный рост. В прошлом году Крисина Сараева отстаивала на турнире честь своей школы. Теперь занимает почетное место в судейской коллегии. Любовь к баскетболу все равно остается. Но когда ты игрок, это намного интереснее, нежели судья. Когда судья, ты просто наблюдаешь за игрой, а игрок, ты участвуешь в ней больше. Команды всегда сильные, каждый сезон по-своему. Из 448 команд в финал региональной лиги прошли лишь 12. За первое и второе места среди юношей сразились уже известные в крае команды Читинский Север и Нерчинский Кристалл. Борьба за очки на площадке велась до последнего. В итоге 75-24 в пользу гостей. Игра проходила напряженно, скажу, каждая минута, каждая секунда. Это упорная защита и сбалансированное нападение помогли нам выиграть эту игру. Наша команда принимает участие в третий раз. Мы выходили на Сибирский федеральный округ и участвовали на первенстве России. Команда Максима Самойлова уже в марте отправится во Владивосток защищать честь Забайкальского края на дальневосточном этапе Кэсбаскет. Юные читинские баскетболисты поборются за медали и путевку уже в суперфинал чемпионата, который состоится в апреле в Тольятти. Анастасия Алферова, Татьяна Лабузная, Вести, Чита. В Забайкалье объявлено штормовое предупреждение. По сообщению Читинского гидрометцентра 5 и 6 февраля по северным местами восточным районам края будут наблюдаться сильные морозы 50 градусов и ниже.